Добрый день, друзья! Сегодня у меня на канале люди спрашивают насчет андаты, насчет лицензии на трапера и всякое такое. Я это правда уже говорил, может быть не в одном видео, но люди все мои видео не смотрели, это может и не лишнего. Так что начну. Сейчас, пожалуй, сначала сделаю одно видео только скажем по данному вопросу про андатру, про капканный промысел, как у нас это действует, как работает. Так, капканный промысел. Для этого тебе нужен обязательно билет трапера. Ты обязан пройти курсы, вот они у нас были бесплатные, спонсоры были в НИФГАЗ, три дня вот эти курсы были, ну и получали вот такую бумажку. Вот это тебе нужен обязательно билет трапера, для того чтобы получить лицензию трапера. Лицензия, она, скажем так, универсальная вот такая. Мы сегодня были в охотничьем магазине, она опять стоит, как и прежние года, 10 долларов на весь сезон. С этой одной лицензией ты имеешь право бить волка, койота, лесу, андатру, короче, любой пушной зверь. Это у нас в провинции Манитола. Я знаю, что дальше туда, на север, идут еще какие-то отдельные лицензии. Именно это идет уже, само собой, да и у нас тоже идет на медведя. Это считается уже не как пушнина, а отдельная лицензия идет. И, насколько я знаю, на медведя у нас не разрешается капканами. Где-то дальше на севере идет еще рысь. Если не ошибаюсь, там тоже должны быть опять какие-то отдельные лицензии. Ну, короче, вот такой билет, билет трапера, разрешается делать детям с 12 лет. С 12 до 16 лет они имеют право оставить капканы только под присмотром взрослых. Конечно, у нас это никто не делает. Пацаны уже с 12 лет сами ставят капканы, это уже нормально. У них у всех свои большие фермы, свои поля. Кто там, ты имеешь право оставить, если тебе это, скажем, тот же самый бобр мешает, грызет он деревья, на своем участке или с разрешением фермера ты имеешь право охотиться вне сезона. Что я в этом году, летом, вернее осенью и делал маленько, да? В дни сезона. Деревья ладят. Вдруг товарищ говорит, что все равно взорву ее все эти хатки, потому что лес как будто косой выкрашивает все. Насчет участков. Здесь у нас нет такого, что тебе кто-то чего-то выделяет охотничий участок, скажем. Есть трапа-лайн, да. Ты можешь, если ты уже как самостоятельно, ты можешь взять себе трапа-лайн. Это, да, ты берешь разрешение на специальный участок, который тебе выделяют. Здесь у нас в соседней деревне у одного пенсионера есть, он трапа-лайн. Он, этот участок, я не знаю, там, что-то около 50, по-моему, квадратных километров, он спокойно охотится там, да? Правда, я тоже захожу, бывает, нет-нет, туда ничего страшного, в смысле, не случится. Ну, а так-то да, это, скажем, его участок. А так, ты можешь просто спросить у фермера, если ты нашел где-то там хатки, там бобров, или то же самое андаторы, или очень много койотов. Пошел, спросил у фермера разрешение и вперед. Ставишь капканы без опаски, да? Ну, конечно, заранее договариваешься с фермером, если, не дай бог, у него там собаки, там, туда-сюда, да? Чтобы он тебе говорит, где они бегают, и ты знаешь, и он также знает, где ты стоишь, да? Капканы отмечаются или оранжевой ленточкой, или ставят щитки. Я это, правда, не делал, потому что у фермера, где я охочусь, он на эти поля, на эти участки, он никого не пускает, кроме меня. И он всегда, это мой товарищ, мой бывший коллега, да, он знает, где я ставлю, поэтому там я не ставлю. И чужим там дело нечего. Если там чужой кто-то забредется, своей собакой, она попадется, уж извините, это ваши проблемы. Так, вроде бы, что мы делаем со шкурками, то же самое андаторы? Конечно, я говорю, тогда я снимал, просто пару видео, для видео пару штук я поймал. Мне не стоит этого, да? Это бывало, бывало, я говорю, один год было очень хорошо, одна шкурка доходила до 12 долларов. Ну, это было действительно, ну, это самая стопроцентная шкурка, да, до 12 долларов. Так, последние, опять, года-два, если тебе очень повезет, доходит до 5 долларов. Это если очень повезет. Так, обычно, между 2,5, ну, 4 долларов за шкурку. Это, ты столько времени, блин, провозишься с этими андаторами. Это, ладно, если бы у тебя свое поле было, там, скажем, их много, или ты, как вот люди, как я читаю, и сами разводили, да, пока китайцы не помешали. Это другое дело. А сейчас, если, как я, это мне надо постоянно куда-то мотаться, это очень много времени уходит на эти, пока ты в хатке поставишь это все. За это время я уже поставлю те же самые 25, скажем, пружин, петель на койота. А койот в этом году доходил до 150 долларов, да, за шкуру. Мне 5 минут поставить эту пружину, мне не надо лазить так же, как с этой андаторой, там, рубить все. Не выгодно. То же самое и то, что ягнон, да. Ну, и, конечно, бобром я сейчас занялся только из-за струи. Жир. Шкура, она тоже, если тебе повезет, до 30 долларов она доходит. Если повезет, и то, само собой, хорошая зимняя шкура, да. Это надо тебе, опять же, резать лед. Ну, и всякое вот такое. Поэтому на эту мелочь я просто-напросто не охочусь. Не трачу время, да. Ну, вроде, на все вопросы я ответил. Вот это у меня, например, охотничий билет вот такой, да. Он тоже делается один раз. Его продлевать не надо. Делается он с 14 лет, если не ошибаюсь. Ну, и разрешение на оружие делается с 18 лет. И можешь сейчас спокойно покупать все, что хочешь. Больше не вносит оружие ни в компьютеры, никуда. Мы с другом менялись уже оружием. Да, и покупал он у меня тоже уже. Если ты хочешь продать свое оружие, ты можешь уже посмотреть, кому ты продаешь. Если у него есть разрешение на хранение, ношение оружия, можешь спокойно продавать. Не надо никуда обращаться, ничего. Конечно, мне это в целом не будет нравиться. намного спокойнее, если по оружию все зарегистрировано в компьютер, да. Все-таки спокойнее. У моего знакомого весной, нет, наверное, летом, как раз хранил внука. И от клаблища живет он буквально чуть больше полкилометра. И в это время у него угнали пикап со всеми инструментами и внутри еще и ружье было, да. 22-й калибр. Ну, конечно, полиции никто ничего не нашел. И самое интересное то, что оно уже в компьютер-то уже не внесенное было, да. А если сейчас она где-то, блин, всплывет. Ну, интересно, короче. Ну, в принципе, ребята, если вдруг какие-то вопросы будут еще насчет законов или насчет капканного промысла, пишите, спрашивайте, смогу, отвечу. Ладно. До свидания и всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok